В одной из прошлых съемок ты сказал такую фразу, что чем больше человек зарабатывает, тем больше в жизни появляется каких-то новых, неизведанных проблем. В частности, там была фраза про то, что чем больше человек зарабатывает, тем меньше людей могут говорить ему правду в глаза. Собственно, я бы хотел сегодня эту тему с тобой развить максимально подробно и вообще рассказать про все проблемы, которые возникают в жизни человека, который зарабатывает 100, 300, миллион, 3 миллиона, 5, 10 и так далее. Тяжело вообще жить людям, которые зарабатывают много? Ну, давайте сначала начнем. Я не считаю, что я много зарабатываю. Возможно, для кого-то я зарабатываю много, но для себя нет. Поэтому я бы хотел немножко построить наш диалог так, что мы говорим не про то, что там я богач, такой китч, да, такой кипиш и так далее, а с того, что просто есть определенные наблюдения, которые происходили у меня по мере развития дохода за внешним миром по отношению ко мне и от меня туда, что менялось, что происходило. И вот, возможно, кому-то из вас это видео поможет сэкономить нервы, деньги, не словить невроз нездоровый какой-то и спокойно спать, короче, вот. Окей, давай вводная ситуация. Например, ты начал зарабатывать там 300, 500, миллион, ну, конкретно в твоей жизни. Да. Что менялось? Вот самое такое жесткое, что ты прям... Ну, вот проблема. От роста, там, неважно, 300, 500, миллион и дальше месячного дохода меняется, на самом деле, ну, проблема, они остаются, просто они... Характер остается, меняется их просто сила, масштаб, конфигурация, ну, тип тот же самый. Вот то, что я словил на себе. Первое, самое страшное, по мере роста дохода растет охренительно, растет корона. Просто она сочится гноем из ноздрей, из ушей, из глаз, из задницы, из всех щелей. Что такое корона? Корона — это выход из реальности, это иллюзия, что ты все знаешь, ты все можешь, и любое это решение верное и правильное. Как у тебя это было? Ну, допустим, какой-то сотрудник, значимый для компании, ценный для компании, где-то в какой-то ерунде, мне чем-то не зашел, не понравился, я его за это увольняю, думаю, что я такого же легко найду, а нихрена подобного такого же легко не найти, и это не быстро, и компания получит откат, замедление в развитии. Это вот много раз такая история была. А если друзья, родственники, как корона на это повлияло? Корона не вируса, а корона на голове? Ну, просто люди от меня отдалялись. Я от них отдалялся, и в какой-то момент времени оказываешься просто одиноким, и вроде бы тебя все знают, и ты много как его знаешь, а тебя никто никого не зовет. Ты посижу дома, короче, такой... Но с кроной. Грустный, но с деньгами. Такой, но очень умный, но очень одинокий. Поэтому это, конечно, большая проблема по мере роста дохода, сохранять адекватность и вот эту здравую человечность, что... Вот это видео, на самом деле, сильно вдохновил у меня мой партнер Юля. Вот. Она очень много зарабатывает, то есть неприлично много. Вот. И мы с ней беседовали, помню, как-то встречались, и мы там до трех часов ночи гуляли по Москве и просто обсуждали вот тематику, что происходит. И говорю, Юля, расскажи, что происходит по мере того, как люди растут в деньгах кратно. И вот вторая мысль, которой я не обращал внимания, на самом деле, когда мы это с ней обсудили, это очень сильно... Я увидел, как это происходит у меня в жизни, что чем богаче становится человек, чем успешнее становится человек, это вот власть, деньги, слава, признание, деньги особенно, вот, особенно в России, тем все большее количество людей с тобой во всем соглашается. Тем все большее количество людей тебе кивают и говорят, да, круто, ты лучший, ты молодец, конечно, это гениально, это правильно, а по факту ты можешь просто оступиться и делать ярную дичь. Это какая-то, это какой-то яркий пример жополичества? Это не жополичество, просто есть такая ошибочная нейронная связь в голове у людей, и я уверен, что она есть у меня, просто я контролирую, стараюсь сейчас, что уровень дохода человека равно уровень его знаний, его мудрости житейской и ума, а по факту это вообще не кривиация, ну, то есть уровень денег и у человека. То есть огромное количество тупых, без толчей, с огромным количеством денег и людей, которые супер умные, супер интересные, душевные, но там, там, 1150 зарабатывают или 200. В твоей жизни было такое, что ты заходил в офис и говорил, так, ребят, дважды два, шесть. И тебе такие, да, да. Ну, конечно, то есть сотрудникам происходит, и я поэтому стараюсь простить сотрудников, когда они чувствуют, что они правы со мной спорить с моими решениями, это очень здраво. И сам стараюсь не поддаваться соблазну, давить авторитетом. Ну, это непростая история, конечно, особенно для меня, потому что я человек, который не из, там, супер богатой семьи. У нас обеспеченная была хорошая семья, мы хорошо себя чувствовали, но мы не ездили на Майбахах, мы не ездили бизнес-классом, там, и так далее. Не летали в самолетах на Мальдивы. И, конечно, когда я вот в первые деньги пошли, я такой, типа, ну, все. Типа, я понял, как жить, и с родителями отношения подиспортились, и этот кич начался. Вот. И вот это вот все могущество, вседозволенность, она, конечно, болезненно была для меня в плане опыта. И я словил стагнацию в развитии компании почти на три года из-за этого дерьма. Вот. Поэтому вот первая, да, проблема, которая возникает от корона, и как раз таки она вот связана с тем, что еще и социум подкачивают ее тем, что если у тебя много денег, к тебе все соглашаются, если посмотреть на людей, которые быстро разбогатели, вот здесь очень крутой рассказ, очень классный, у Джека Лондона. Называется «Мартин Идден». Очень рекомендую его прям вот всем предпринимателям его почитать. Есть потрясающий видео-спектакль советского времени, там, 76-го года. Его прям стоит посмотреть. Это вот видео на ютубе есть, трехчасовой, чтобы книжку не читать, кому лень. И там рассказывается про матроса, которого зовут Мартин Идден, и он познакомился с... Он там спас в начале рассказа брата, очень такой состоятельный, особый девушке, очень обеспеченный, и вот высшее общество семьи, образованный, очень симпатичный. И вот она приходит, брат ее с ней знакомит, у них возникает роман, они влюбляются, но потом родители начинают ему отказывать в отношениях, потому что не благословляет их отношения, что он матрос бедный, безобразованный, она типа такая из высшего общества. А он очень сильно мечтает стать писателем, Мартин Иден. И он вот начинает писать, пробовать, показывать, и пишет очень гениальные совершенно вещи. И вот в какой-то момент времени он начинает их писать по журналам, раскидывать, чтобы их публиковали, ему отказы, отказы, отказывают. И вот в какой-то момент его рассказ стреляет. И он становится убер-обеспеченным, убер-богатым, очень знаменитым. И к нему в этот момент приходит эта девушка, начинает за ним ухаживать. Приходит отец этой девушки, говорит, давай типа на ужин к нам приходи. Друзья отца приходят, прокуроры там, министры, давай к нам приходи. А он такой сидит в кабинете и говорит, черт возьми. А ведь все уже было написано. И весь нюанс, что эту книгу он написал тогда, когда он был бедным матросом. Просто, он говорит, ничего, я тот писал ту книгу, которая сегодня сделала меня богатым и известным. И сегодня ко мне поменялось отношение в обществе. Но книгу я написал не сегодняшним, а вот тем. И тогда они меня не признавали. И у нас всех от них отвергается. И идет тусоваться с людьми, которые максимально простые, там, бродяги. Девушка совершенно простая, симпатичная, которая на улице, она тоже там параллельно познакомилась. Это еще такой жизненный пример, что по мере... Ну вот, я точно знаю, что наша компания в ближайший год, два, три, сто пудов взлетит. Ну, то есть, она органически растет очень сильно. Но просто, когда ты делаешь 30 миллионов в год, потом 60 миллионов в год, потом 100 миллионов в год, это не сильно заметно. Когда твоя компания делала 100 миллионов в год, а потом 300 миллионов в год, а потом 600, а потом миллиардная компания, ну, точно 100 миллиардная компания. Я в этом прямо уверен. Я уверен, что огромное количество людей ко мне повернутся не жопой, а лицом, которые сейчас ко мне жопой смотрят. Я слабо представляю людей, которые к тебе сейчас в жопу смотрят Не могу сказать Это такое, знаешь, состояние, когда Они не очень сильно меня воспринимают Как Человека, который Достоин особого внимания Они выше тебя по статусу Да, они сейчас выше по статусу, особенно по деньгам И очень многие люди из них со мной общаются Немножко с высока Ну там, типа Заслужи общение с вами Я уверен, что эта ситуация изменится Как только конвертнется История с доходом Но фишка в том, что я знаю уже сегодня Как сделать миллиард в компании Я знаю, что когда мы туда дойдем Я буду тем же самым, как сегодня И тем, который был вчера Можно ли сказать, что у тебя та же была проблема Что ты, например, на людей, которые Меньше зарабатывают, меньше по статусу Тоже смотришь с высока Смотрел Меня, конечно, сильно это резонирует Мне очень это больно, мне очень это обидно Меня это сильно дровит доказывать И расти, и идти в ярд И я Ну, меньше по градиенту Но сейчас болезненно переживаю Это Это не внимание к себе Да Но я заметил, что я то же самое делал С людьми ниже меня Вот И сейчас я просто увидел, что на самом деле Среди людей, которые Сильно меньше у меня зарабатывают Есть огромное количество людей крутых С которыми Которыми я гораздо больше доверяю Просто потому, что эти люди Имеют силу сказать нечестно Что они про меня думают И вот Юлин совет был очень крутой Она говорит Вот тебе главная задача Вот ты сейчас будешь сильно расти в деньгах Старайся просто как бриллианты Оберегать людей Которые способны говорить тебе правду в лицо Эти люди Чем ты будешь богаче Тем их будет меньше И очень легко сорваться в пропасть Потеряв Путь, навигацию А эти люди твоя навигация Они как приборы, как компас Куда ты идешь В адекват или не в адекват И очень сильно можно упасть больно Если таких людей у тебя не будет Дорогие зрители Если вы тоже сталкивались С такой проблемой Что люди все меньше и меньше Могут говорить вам правду в глаза Обязательно напишите в комментариях Нам интересна ваша история Мы их все читаем Даже самые классные лайкаем Напишите, пожалуйста Поэтому первая проблема корона И вот это вот социальное Убер признание Которое абсолютно никак Не коррелирует с твоими качественными личностями С твоим умом Просто с твоим кошельком, балансом И во многом действительно Это не только твой ум Это и фарт Очень сильно от фарта зависит Насколько это, допустим Я знаю, что То, что я вошел в нишу Делав продаж И сейчас моя лидирующая компания В этом вопросе Это связано с тем, что Я заходил в нишу тогда Когда ниша только-только зарождалась И сейчас Гораздо труднее добиться Этих показателей Чем тогда То же самое Из потрясающих книжек Гений-аутсайдеры Макома Годуэля И он там рассказывает пример Что если посмотреть Всех великих хоккеистов Большинство хоккеистов Которые суперкрутые в карьере Это хоккеисты У которых день рождения в декабре Ноябрь-декабрь А не январь И он связан с тем Что хоккейные лиги Возрастные идут По отсечке года И он говорит Ребенок Вру Не в декабре А в январе И ребенок Кто родился в январе Он по сути От того Кто родился в декабре Играет с ним В той же возрастной категории Имеет физические способности На целый год дальше А на уровне подростков Это огромная разница И они в итоге Так все время были чемпионами Более значимыми И в итоге Они дошли до Крутых карьеров НХЛ Здесь Как-то вот эту историю С хоккеистами Это факт Ну то есть Грубо говоря Определенный Не только Наши 10 тысяч часов Когда мы должны Жопу брать результат Но еще и определенные Внешние обстоятельства Сильно влияют на наш успех То есть эти дети Играли с более развитыми людьми С более сильными противниками Да? И становились сильнее Наоборот Они стали крутыми Игроками в НХЛ Чемпионами Те, кто родились в январе Потому что они вышибали Те, кто родились В конце года Просто им Каба Каба для НХЛ Это важно Родиться в начале года Вот То же самое Допустим Он приводит пример Стива Джобса Стива Возника Билла Гейтса Всех людей Которые являются Сейчас мультимиллиардерами Которые на IT-компаниях Построили состояние А если посмотреть У них у всех Разница дня рождения Примерно Плюс-минус 3 года Они родились В тот момент Когда им было 20 лет Начался компьютерный бум И его мысль такая Что не факт Что они были бы такими Джобс и Гейтс Если бы они родились На 10 лет позднее Или на 10 лет раньше Потому что 20 лет Это пик Открытости мозга При этом уже готовности Действовать И максимально рисковое действие Потому что нет семьи Вот этих вот вещей Которые могут тебя Не давать Агрессивно что-то делать Вот И поэтому я считаю Что вот Проблема богатства Это вот Вопрос того Как люди к тебе относятся Что вот Большая проблема Что воспринимает людей Их ум По их финансовому благополучию Это первое Третья проблема Которую я у себя сложил По мере роста дохода Возникает такая Неловкость Нелепость Что Когда я рассказываю Что Ну мне кто-то спрашивает Как у тебя дела И ты рассказываешь Как у тебя дела Да И Люди И там рассказываешь Про свои проблемы И люди такие Типа Ты что охерел Типа Что у тебя за проблемы Да Какие у тебя проблемы Ну вот Мы когда это видео готовили Я тебе ту историю Рассказывал Для зрителей наших Мы сейчас Я очень полюбил серфинг И мы с ребятами Купили тур на Мальдивы С пацанами Едем пять парней Предпринимателей С нашим тренером Мы с тренером Из Москвы везем На Мальдивы в августе И мы в августе Будем целую неделю Жить на яхте И искать разные споты И кататься на досках Чисто серф кемп И хочу так раз Три месяца делать постоянно И вот мы едем И в этом серф кемпе А мы будем жить на яхте А мы будем жить на яхте Где у каждого не будет Своей каюты У каждого будет каюта на двоих И двуспальная кровать Потому что Яхта маленькая Да, яхта маленькая И не все потянули по финансам Эту историю Это реально для меня проблема Я хотел яхту побольше Я хотел бы бизнесом полететь Но я очень хочу Полететь с теми парнями Парни, если вы смотрите это видео Я безумно благодарен Что вы со мной летите И я супер рад Что мы едем с ними То есть я готов терпеть Эти решения В душе скребя Что есть опция Я правильно понимаю Что ты такой Блин, яхта маленькая И для тебя это действительно проблема Яхта маленькая Летим экономом Блин, ну я такой типа Хотя, да Но пацаны крутые То есть я готов это терпеть Потому что пацаны классные Вот Но я там типа сейчас рассказываю Сему там другану Что типа Вот такая у меня проблема Ты охерел Ты типа в принципе И на Мальдиву летишь Если вы всем недовольны Еще чем-то Ты вообще нормальный А для меня это реально проблема Ну вот и такая история Может возникать По мере развития Что вещи, которые Ну вот реально Мне знакомые люди Которые говорят Я не могу Говорит, полететь Типа в Европу Не могу лететь Я говорю, почему Вот билеты же есть Он говорит, нет билетов Так вот же билеты Он говорит, бизнеса нет Нет билетов Ну то есть Если нет бизнеса Значит нет билетов У них вот такая Картина мира И вот Ты так вот сейчас заржал И мне тоже так Немножко это смешновато Пока что Да, но я думаю Что это прикольная задумка Дойти до такого уровня дохода Когда для себя Это будет проблемой Но некоторым людям Это будет со стороны непонятно Типа ты охерел Ты вообще куда-то лететь можешь Отвечу И недовольный Следующий уровень Это все бизнес-джеты Занятые Я с какими-то другими людьми В самолете лететь Не могу бизнес-джет Заказать Купить собственный Да Ну как бы я не знаю По поводу У меня нет такой Типа мани Купить собственный самолет Потому что Ну спокойно можно Харендовывать Ну конечно проблема у тебя Да Это конечно вот Вот эта вот тема Что для кого-то это проблема А для кого-то не проблема И иногда вот такая вот В чем моя проблема Которую я испытываю Мне неловко того Что когда я с людьми Которые меньше меня зарабатывают Это мои кореша И делюсь своими проблемами Выглядит как будто Я выпендриваюсь А по факту Я искренне делюсь И люди которые Основным уровнем дохода И когда им рассказывают Они такие Блин То проблема Я тебя понимаю Есть ли в твоей жизни Обратная ситуация Когда человек Который зарабатывает больше Тебя делится Своими проблемами И ты так же Ловишь себя на мысли Что-то Конечно Конечно Пример какой-то Ну вот недавно был кейс Я тут своего корешка Серегу забирал На тачке У меня вот Ешка АМГ-63 Я дико перся с этой тачки И до сих пор Просто она клевая Она не дешевая Я его забираю Он говорит Это что Это машина что ли Я говорю Ну да Он говорит Это что Не ламба Ты же нормально зарабатываешь Типа ну ламбу купите уже Ну ты же такой Типа Говорит Ну ко мне приехал На Е-63 И он меня просто В щи разложил с этой машиной То есть все ходят Такие в голову Какая-то тачка Типа Он меня прям разнес И мне так Плохо стало Мне прям неприятно Вот И Ну Большое спасибо Сереге Огромное спасибо Потому что Такие вещи дровят Это вызов Типа давай расти дальше Это же здорово Круто Окей Что по поводу друзей Очень часто ситуация Что говорят Деньги меняют людей Чем больше зарабатывают Я потерял много друзей Много друзей потерял Сейчас я создаю заново Свой круг общения Снова Снова ищу друзей Крокодил Ищет друзей Вот чебурашку У нас было видео С Михаилом Про то Что предприниматели Не умеют дружить Оно великолепное С точки зрения эмоций С точки зрения настоящности И искренне Всем рекомендую посмотреть Ссылку оставим в описании Ну вот я сам сейчас Понимаю Что у меня была эта проблема Когда я сам так жил Когда деньги и ум Это одно знак равенства Сейчас я разделяю Интерес к человеку И доходность Чаще всего Люди с доходом Интересные Ну потому что Как правило Большие деньги Они не только с фарти Но все-таки С некоторым знанием О мире И подготовленностью Поэтому с ними Интересно разговаривать Но вот Как раз вот Моя подруга Юля Да вот Мы с ней общаемся И Ты бы с ней общавшись На улице Так встретившись Никогда бы не подумал Сколько она зарабатывает Сколько Ну типа Это ее особенность Или она специально Так научилась Это ее уровень контроля Ее уровень контроля Осознанности Спокойствия Она говорит Я понимаю Что могу все потерять Были ли у тебя Ситуации в жизни Когда тебе было стыдно Что ты много зарабатываешь Да Можно? Я бы лично хотел поставить Это моя консткамера Да Договорились Последний вопрос Который я бы хотел В этом интервью Задать тебе Это про А где вот этот вот Уровень Того Когда ты не хочешь Больше зарабатывать Значит Ну вот Грубо говоря Там моя компания Говорит Вот буду зарабатывать 300 Вот это Заживу тогда А зачем тебе Вообще так много денег Ну ты же богатый И так Еще одна проблема Финальная Раскроем Которую я испытываю Люди Которые зарабатывают 100 тысяч рублей Имеют какие-то проблемы Кредиты, долги Думают наверное Что типа Сейчас 300 будет И попрет Заживем Приходит 300 Те проблемы решились Новые возникли Но миллион Заживем Миллион приходит Те проблемы решились Новые возникают И вот Я хрен знает Куда деньги деваются Ну вот честно Я не могу сказать Что я там Вот так вот Ими сорю Из пистолетов Суприм С красными С купюрами Бакнотами Но мы не тратим На херню Но денег Все время Куда-то уходит Вот просто Постоянно уходит И я не понимаю Откуда эта тема И вот сколько бы Я не зарабатывал Это очень круто Это на реальный драйв Мне кажется Это добавляет Интереса В жизни Ну конечно Вот Ну конечно Если так посмотреть Назад Да То Ну левел Очень сильно поднимается И очень сильно Поднялся уровень комфорта В жизни Который сейчас есть Там да И те же самые няни У нас три няни В семье Там Мы можем себе позволить Завести третьего ребенка Слава богу Там да Мы можем себе позволить Купить автобус Для того чтобы их возить В класс мерседес Вот И конечно С деньгами веселее Я знаю Что у вас есть В реальном отделе Продаж Клуб для выпускников Клуб продаж Называется Где вы собираетесь Обсудаете Какие-то житейские моменты Вот В таком скажем так Более-менее Дружеском формате Да Может быть Какие-то были Прикольные Крутые истории Когда люди Которые Прошли Реальный отдел продаж Рассказывали Что у них в жизни Такого интересного Изменилось Ну вот У нас был Классный кейс Паша Первухин Такой есть У него Компания Урал не рут Паша Смотришь нас Привет Он является Одним из Крупнейших в России Добывателем И поставщиком Продавцом Гранита Которые Кладут Плитку В Москве Клали Из его гранита Причем Он не выиграл Тендеры У него Тендерная Компания Которая выиграла Генподрядчик Закупала Гранит Он был поставщиком Поэтому он Не сидел На откатах Да И он Реально Трушный Предприниматель У него реально Гранитные карьеры На Урале Граниты Бывают Техника Завод Пилят Режут Мы с ним поехали На одну из лусовок Я говорю Паша Сколько денег зарабатываешь Он говорит 200 тысяч Чего Типа у тебя Роб 200 зарабатывает Почему ты 200 зарабатываешь Он такой Я говорю Все Реинвестирую Обратно в бизнес Не потому что В этом не задумка А он просто Все обратно в бизнес Ну типа Уровень позволения Вынимать Да Я говорю А ты на море Ты был вообще Он говорит Нет Ну типа на океан На море был на черном На океан не был Я говорю Тебе домашнее задание Поехать на океан Они вот с женой Купили билеты В Доминикану У него не было Загрампаспорта Типа он впервые Загрампаспорт За 15 лет сделал И они претели На Доминикану И жена сказала Теперь ты будешь Ездить на все встречи С Гребняком Везде И он в следующий же месяц Начал вынимать миллион И самое страшное Что случилось Ничего не поменял На своей компании Ничего Просто начал зарабатывать Миллион рублей Что начал себе позволять Это И это частая проблема Предпринимателей Что мы даже продажи Поднимаем людям Они вот просто Не разлочивают себе тему Что типа Я могу себе позволить Вынимать столько денег Типа Это же нечестно Как так жить Там можно много зарабатывать Это абсолютно нормально И Я вижу такую проблему Я сам ее прошел Предприниматели Ну блин Мне даже тяжело сказать Какое количество Предпринимателей Через это не проходило Через стыд Много зарабатывать Потому что сотрудники Они же работают Типа Кого хера Я должен столько зарабатывать Если сотрудники Пашут На самом деле В этом есть здравый смысл Абсолютно логичный Как я это понял Для себя И когда мне это разлочилось Первое Сотрудники Не терпят убытки И несут те риски Которые несет предприниматель Потому что Очень легко Говорить Типа Фиг ли он так зарабатывает Когда жирные времена Бывают и тяжелые времена В которые мы берем на себя удар И за то Что мы способны Нести эти риски И эти минуса И платить зарплаты Тогда Когда у нас вообще нету денег Из кредитных денег Сотрудникам Чтобы держать команду Мы только за это Уже достойны В хлебные времена Зарабатывать те деньги Которые мы зарабатываем И второе Ну простите Это же мы организовали работу Ну эту всю историю Мы придумали Мы не побоялись Мы открыли И по статистике Из 10 стартапов Только один переживает Трехлетний рубеж Не факт Что прибыльно Просто переживает Поэтому Абсолютно справедливо И разумно Что предприниматель Зарабатывает Больше всех компаний И Мое пожелание Всем бизнесменам Не бояться вынимать Деньги своих компаний Важно не из оборотки А с чистой прибыли Посчитать ПНЛ ДДС Отчеты финансовые Базовые И вынимать Всю чистую прибыль Чтобы бизнес был поджаром Все вынимайте И вот пускай Бизнес сам себя развивает Михаил Спасибо тебе огромное Давай потихонечку Прощаться Да Если вам зашло это видео Если то, что я говорил Вас срезонировало То поставьте лайк Этому видео Подпишитесь на наш канал Если вы до сих пор Не подписаны Спасибо большое Что досмотрели до конца С вами был Михаил Гребенюк И до новых встреч Пока Пока